Вот так вот делаем стеновые панели, получается симпатично. Единственное, что балку вот эту вот я покрасила, не очень красивый цвет, не подходит, я ее переделаю. Я сделала здесь промаслило сначала, так как у нас перила у лестницы сделана, и сверху белым лаком. Белым тонированным лаком. Но вот получился несоответствие цвета, поэтому я ее буду ошкуривать и снова чем-то другим покрашу. Подберу краску и все. Толок мне очень понравился, как мы это сделали, с учетом того, что ничего не умеем, а все получается потихоньку. Дальше что? Вот эти места нужно будет тогда... Видите, вот здесь вот штукатурено и зашпаклевано, а это вот просто немножечко так зашла шпаклевка. Получается нормально. Поэтому мы... Видите, тут перепад какой большой. Вот это вот все, это опять будем заштукатурить. Может, какую-то сетку нужно будет. Я попробую сделать это сама. А потом уже будем наклеивать обои. Здесь мы поставили уже дверь. Вот она такая получилась низенькая. Ну, как сказать, мне нормально. Где-то метр семьдесят пять она получилась. Потому что вот здесь вот уже армопояс. Здесь уже ничего не сделаешь. Коробку можно было сделать только вот так. Вот здесь уже армопояс идет. Ну, что еще сказать? Там, конечно, все тогда нужно дошпаклевывать. Так, еще хочу показать пол, какой у нас. Пол у нас вот такой вот. На черновой пол мы положили просто ДВТ. А сверху, наверное, какой-нибудь линолеум. Можно будет положить. Вот такая вот у нас, такое у нас окошко. Здесь очень хороший вид. Самый лучший вид во всем доме. Вот с этого окошка. Самый лучший вид. Так что, если кому-то что-то помечтать, побыть наедине с природой, со своими мыслями, самое то. Такие вот у нас здесь розеточки-выключатели с той стороны также. Может быть, мы, честно говоря, сохраним вот это вот. Вот это вот. Этот контраст. И, может быть, все-таки балку сделаем темной, потолок светлее. Здесь вот тоже темные гардины. Самые дешевые. За 300 рублей гардиночку купила. Чтобы вот такой вот закрыть, когда солнце будет вечернее. Такая шторочка. Очень все просто. Вот. Здесь потом отшлифую и сделаю просто это. Ребята нам сделали из гипсокартона. Откосы. А здесь вот просто нужно будет сделать такие. Отшлифовать хорошенько и пластиковые уголочки сюда. Будет хорошо. Здесь вот одна батарея у нас такая. 8 секций. В принципе, не холодно. Вот эта комната. 3,30 на 4,20. Это где-то, ну, примерно где-то 13 квадратов. 14. Такая. И такой здесь вот потолок у нас будет. Здесь вот панели почти полностью входят. А здесь одна панель делится наполовинку. И как раз по полпанельки до конца получится. Вот я решила, пока не доделали с ней. Вот это место неровное. Видите, вот прогнулся потолочный плинтус. И вот в этом месте не зашпаклевано, не вытянуто ровно, чтобы было, как я просила у строителей. Поэтому мы сейчас снимем плинтус и будем шпаклевкой вытягивать по уровню, чтобы вот ровно было. Потому что, ну, это безобразие. Не знаю, как это все. Это в глаза бросается. Я не смотреть на это не могу. Я уже клеила обои. Мне пришлось их ободрать, выбросить. Вон обои лежат. И мы будем клеить другие обои. Вот так. Все, приступаем. Смотрите, вот тут была ямка. Я уже ей на том указала. И нужно ее заполнить. Видите, как раз где выделены, там я заполняю. Оказывается, только не так и трудно это делать, в принципе. Смотрите. Вот это вот сейчас, а потом я все-таки вырую. Я уже умею выравнивать. Так что, пока на черновую делаю, а потом на один замес нам даже хватит выровнять вот эту лошадку. Будет хорошо. Я даже смотрю, визуально уже нет такой ямы. Правда, не проваливается так. Здравствуйте. Меня зовут Ира Ливанчук, и я живу в деревне. Наклеили мы, наконец-то, обои в мансардной комнате. Сначала скажу про эту комнату. Потом буду показывать. Эта комната, во-первых, у нее вот здесь вот потолок вот так метр пятьдесят. Вот так должен был быть. Мы добавили 20 сантиметров, потому что здесь пенопласт. Здесь армопояс. Вот так вот метр пятьдесят, метр семьдесят сейчас получилось. Низкая сторона. Мы ее сначала думали сделать под гардеробную комнату, или, может быть, кто-то приедет, переночует здесь. Ну, что-то так хотели. А сейчас сделали, отремонтировали все-таки, подняли потолок. Вот здесь должно быть натяжной, должно было быть. А мы с Вадимом сами сделали вот такой вот потолок из, как называется, стеновых панелей ДВП. Вот как называется. Но сделали шикарный, я считаю. Мы с ним молодцы. Больше скажу. Здесь вообще практически все сделали мы сами. Сначала вот я строителей попросила вот этот пенопласт зашпаклевать, заштукатурить. Ну, они как бы сделали. Но вот здесь вот было вот прямо вот некрасиво. Это пришлось. Я обои раньше другие клеила, я их сняла. Я зашпаклевала и наклеили новый плинтус. Все переделывали. Вот так. Ну и получилась эта комната. Здесь жила раньше Марина. Сейчас никто не живет, но я ее планирую сдавать, эту комнату все-таки. Потому что нормальная, хорошая комната. Посмотрите. Небольшое, конечно, окошко. Но оно... Опа! Как темно. Сейчас как-нибудь я настрою. Вот телефон получше. Окошко. Здесь шикарный вид. Кстати говоря, единственная комната, где обалденный вид. Смотрите. Вот прям на лес. Ну, у нас еще в нашей спальне. Вот там спальня нашей с той стороны. Вот так вот. Так, сразу покажу. Вот смотрите. Эти шторы я повесила для того, чтобы показать, что они здесь будут. Потому что раньше были здесь. Сейчас покажу. Вот какие. Оранжевые. Совсем не канает. Эта стена у нас будет просто покрашенная в такой вот кофейный цвет. Какао, цвет какао. Она покрашена, но не очень видно. Так, здесь у нас мебель. Конечно, мы сюда абсолютно ничего не покупали. Это все у нас. Вот этот шкаф мы положили. Просто на пол отпилили немножечко. Он был вот такой же. Мы просто положили его так. Решили. Он так открывается. И там хранятся книги. Пока так. Так, здесь повесим какие-нибудь картины. Вот такая у нас дверь. Дверь немножко другая, как в спальне. Потому что ее отпиливали. Очень 25 сантиметров где-то отпилили. Получился такой невысокий проем из-за того, что вот отсюда начинается опять армопояс. Здесь ничего не сделать. А там выше пенопласт. Это мы будем переделывать. Все подделывать. И вот эта вот балка, на ней лежат лаги. Я ее сначала, видите, как покрасила, отшлифовала и покрасила в такой цвет. Я сначала не знала, какой цвет у нас будет у комнаты. Поэтому тут еще вот перекрашивать плинтусы надо. Это все перекрашивать надо. Поэтому я прошу у вас советы, как все-таки это сделать получше. Так, что еще показать? Все-таки чуть-чуть видно, поэтому я вам покажу. Ну вот это вот, вот эти уголочки я сделаю, вот обклею вот таким пластиковым уголочком, будет красиво. Вот эти плинтусы нужно покрасить каким-то цветом, каким, я не знаю. Я начала красить цвет какао, но не очень красиво получается. Может быть контрастный, может быть вы подскажете мне. Так, что еще сказать? Вот у нас здесь лежат, стоят две раскладушки. Нашли какой-то старый плед, немодный. Но он так это лежит пока и лежит. Нормально, как будто спальная кровать. Потом, что мы нашли сюда еще? Мы нашли сюда еще вот такой вот немодный палас. Прямо сегодня, сейчас только я его поселила, поэтому он даже мятый немножечко. Вот. Потом, что мы? Ой, сейчас, подождите. Пол здесь, честно говоря, очень некрасивый. Прямо вот очень некрасивый. Здесь просто ДВП покрашены и все. Ну, потому что здесь очень кривой пол, как переделывают, не знаю его. Это просто, не знаю. Потом, что плинтусы мы с Ниной как смогли сделали, Вадим приедет, переделает. Вот. Ну, остальное я смогла. Вот это вот все я откручивала, обои наклеивала, прикручивала обратно. Это все тоже я сама смогла открутить, потому что это Вадим вешал. И смогла прикрутить обратно. Вокруг двери, я считаю, что я очень аккуратно все наклеила. Конечно, делали мы с Ниной вдвоем, но руководила процессом, мне кажется, что я все-таки. Вот. Мне вот нравится, что у нас получился вот этот вот ровный потолочный плинтус, потому что такой волной было, что ужас просто какой-то. Ну, вот такая вот у нас получилась комната. Смотрите. А я сейчас я попрощаюсь с вами, а потом поставлю все-таки ролики, как мы с Вадимом делали потолок, чтобы вы увидели, что здесь было раньше. Вот здесь вот было просто ужас, что было. И потолок был ужасный. Им это сделать. Ну, Йоси вот вам покажу. Йоси, прямо мой вот, мой сопровождает меня везде. Ну, поздоровайся. Вот, ты мой красавчик, ты красавчик, молодец, поздоровался. Ну, все, я прощаюсь. Обязательно ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, советуйте, пожалуйста, мне, потому что мы ничего не умеем делать. Мы вот учимся, но я считаю, что мы учимся достойно. Мы достойные такие вот ученики, мы молодцы. Обои шикарные. Я сейчас еще подойду вам поближе, покажу, если видно будет. Здесь золото. В этом году уже нужно золото. Вот. Так, на шов попало. Вот так вот уйду подальше от шва. Смотрите, как красиво. Какой хвост у павлина. Переливается весь золото. Смотрите, мерцает. Обалдеть. Очень красиво. Красивые обои. Я молодец. Правда же? Красивые обои выбрала. Так вот. Ну, все, прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите советы, пожалуйста. Я вас очень прошу. Потому что тут немножко у меня хромает. Я немножечко тут растерялась. Не знаю, когда делать, что доделать. Каким цветом все-таки плинтус или контрастным, или в такой же тон покрасить. Как будет красивее. Вот так вот. Так, и еще я хотела спросить у вас советы. Вот эти старые шкафы. Они, конечно, здесь нужны для функциональности. Но они совершенно тоже не подходят. Они желтые какие-то. И вот это вот серебро, оно вообще никак. Вот что может какая-то реставрация, что-нибудь сделать. Тоже посоветую. Ручки я могу поменять. Это легко. А вот эти вот полоски, может быть, их покрасить не очень-то красиво. Заклеить, может покрасить, может что. Ну, посоветуйте, пожалуйста, тоже. Буду очень на вас надеяться. Ну, с люстрой тоже что-нибудь придумать. Видите, какая пока лампочка висит. Так. Ну, шторку. Шторку тоже как, не знаем. Вот пока вот полотно у нас такое тоже очень красивое. Цвет очень красивый. У меня какой-то остаток лежал дома. И мы его вот с Ниной вчера подшили вдвоем. Она мне все погладила. Очень красиво получается. Только как ее сшить, тоже вот надо подумать. Здесь просто огромный большой отрезок ткани. И подшитый с двух сторон. Вот так вот. Так, ну все. Не могу никак с вами распрощаться. Прощаюсь и ставлю дальше видео, как мы делали. Все. Пишите комментарии. Очень буду ждать. Пока-пока.